Спасибо, Раф. Написано, как преимущество света из тьмы. Но иногда бывает, что человек падает в тьму, и у него нет силы и желания выйти из тьмы. Не видит никакого преимущества в свете, но ему лучше оставаться хоть как-то во тьме. С помощью каких сил человек может выйти и хочет выйти из тьмы? С помощью группы. Но что ты меня спрашиваешь? Только с помощью группы. Если внутри нет у тебя никакого желания просыпаться, подниматься, только с помощью группы. А что может быть кроме этого? Что может тебя поднять? Нет у меня сил даже обратиться к группе. Как будет группа знать? Нет, группа должна организована заранее к таким состояниям, когда пробуждает всех, пробуждает каждого. Даже если я не могу этого знать десятки, кто находится во тьме, кто не хочет выйти. Вы должны заранее установить такое время для общего пробуждения. Что значит пробуждение? Где каждый будет давать пример своим товарищам в группе, насколько он хочет пробуждать всех, насколько он горит, насколько он пробуждается, да, величием цели, величием Творца, величием товарищей. И тогда он должен показать это всем, дать пример всем. Раф, как я могу определить, находится ли кто-то в моей десятке в тяжёлом, в состоянии во тьме? Это не важно. Ты должен пробуждать всех. Ты должен думать о том, как пробуждать всех. Даже если я не знаю, что он во тьме и не достает ему чего-то. Это не важно. Всегда не хватает. Всегда не достаёт. Да, а главное — это постоянство. Постоянство во всех этих вещах, насколько возможно. Спасибо, Раф. Хорошо. Спасибо.